это 2002 год вот только-только эта команда начала там работать владимир владимирович его эти люди грех кудрин там и так далее так далее там я и говорил что смотрите владимир что происходит значит было неофициально значит закреплено что доходы федерального бюджета консолидированного бюджета консолидированное это значит федеральный все остальное в кучу делится 50 на 50 50 остается федеральным 50 здесь вот эта линия худо-бедно там последние годы ельцинского времени как там выдерживалась значит так хорошо это или плохо но выдерживалась мы понимаем что значит есть там общефедеральные нужды и так далее значит но тем не менее дальше значит было также негласно такое правило оно было империстики видимо установлено еще до нас что от общих объемов всего как бы на национального дохода что ли российской федерации 13 процента должно уходить субъектом федерации но смотрите говорю вот второй год 2001 год 2002 сейчас бюджет на 2003 все время снижается 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 цифра значит так и получается что нам вообще не на что решать уже на даже как бы все вопросы которые у нас возложены на субъекте федерации но я выступал не от имени якутия как от всех субъектов федерации а с другой стороны рождается такая система когда целый ряд таких функций которые мы должны выполнять сами они состратаются на федеральном уровне вот смотрите игры вот бюджет амурской области вот они значит выпросили у вас значит строительство школы причем здесь федеральный бюджет зачем им даете деньги на строительство школы а для того чтобы ответить на этот вопрос надо сначала ответить на вопрос а зачем вы у них забрали эти деньги а теперь даете да не надо этого делать это наш так ну вот с тех времен прошло 20 лет все все стало хуже и хуже я думаю здесь есть такой объективная сторона все-таки резко возросли федеральные расходы ну вот оборона вот это вот это же как бы невидимая для нас сфера но она же значит так очень резко усилились расходы на правоохранительную систему значит но потом очень довольно таки здорово последние годы развивалась федеральная система транспортного вот они почти почти привели в порядок все федеральные дороги ну вот наша дорога лена там и так далее и так далее то есть как бы есть такие вообще федеральные расходы которые наверно увеличились но с другой стороны будем говорить сама система построена неправильно значит я вот и говорил налогообложения для пользователей значит как бы вот или допустим концентрация ресурсов крупных городах в той же самом москве и все остальное значит ну например однажды вот совсем недавно может быть год назад собянин выступал на какой-то конференции которая была просвещена международной которая была посвящена градостроительству и значит вот процессом урбанизации которые идут сейчас по миру рост мегаполисов там и так далее так далее вот он говорит нас тут упрекают что вот мы денег очень много тратим на то да на сё и значит и так далее но вы даже поймите мы же конкурируем то не с тамбовом и не с рязаней мы конкурируем с парижем и лондоном я смотрю и думаю святая простота понимаешь париж лондон москва до того хотите берлин и так далее существует параллельных мирах они вообще друг другом не соприкасается конкуренция это это производственное отношение начнет отношения между людей вот и собянин как раз и конкурирует с тамбовом понимаешь с орлом значит верю потому что оттуда люди тебе в москву бегут понимаешь наши они из парижа сюда бегут люди и и так далее так далее с парижем ты конкурируешь только на виртуальных площадках понимаешь где там в каком городе длиннее улицы понимаешь или в каком городе красивее фонтан это наш это примерно как конкурс красоты вот сегодня индушка какая-то победила поняла стала мисс вселенной ну и что из этого вот так же и ты примерно конкурируешь с этим парижем понимаешь так виртуальном конкурсе каком-то значит потому что никаких практических последствий этого нет когда доходы так распределяется она неправильно на самом деле, значит, ну тут, видите как, тут надо понимать так, что потом можно сказать, ну денег в стране мало, да денег куры не крыет, в стране денег куры, наша страна донор всего мира, от нас деньги широким потоком уходят, но вот экономисты подсчитывают, что за последние только два десятка лет примерно 3 триллиона долларов уплыла за границу, 3 триллиона, это вот финансовые спекуляции, во время кризисов там от нас, типа там Сороса, всех остальных вывели деньги, это наши, каждый день выводят деньги за рубеж и не возвращают их назад, даже в самые такие разнузно-ельские времена, вот я в Алросе работал, значит, пункт 1, вот мы продали алмазы за рубеж, мы обязаны всю выручку до копейки вернуть в Россию, обязаны всю выручку, попробуй ты не верни, понимаешь, это налоговое преступление, уголовное дело для руководителей, так, а уже потом, если тебе надо что-нибудь купить на эти деньги, ты должен, ты можешь, значит, купить, но всю выручку ты должен притащить в Москву, на счете в Центральном банке, а потом будешь брать оттуда, значит, при этом брать не возбраняется на, ну, торговые операции, мы там купили, предположим, какое-то оборудование, или заплатили подрядчику и так далее, но при этом должны отсчитаться, мы должны показать таможенные документы, что оборудование прибыл, не сделали этого в установленный срок, уголовное дело, а если ты хочешь создать там предприятие, вывести капитал, вот мы мучились почти два года, нам надо было 190 тысяч долларов, чепуха совсем, отправить в Монголию на совместное предприятие РЛ по добыче золота, которое нам досталось от Советского Союза, ты должен получить лицензию на вывоз капитал, ты должен обосновать, зачем ты выводишь, почему выводишь, это даже в самое разнузное ельцинское время было, а сейчас вот смотрите, ввели таможенные пошлины на некоторые виды товаров, ну на нефтепродукты и так далее, чтобы внутренний рынок не оголился, потому что мировые цены возросли, нефтяники заробтали, эти производители удобрения заробтали, вот вы нас тут опять пошлины ввели, тогда президент им торжественно бил, но зато я вам даю поблажку, можете деньги не возвращать из-за границы, ну вот они, еще один канал он сделал, и тогда зачем это все надо, то есть и денег много всего надо, ну надо менять в целом экономическую систему, там все надо менять, начиная от подходов и взглядов, что такое экономика и кончая людей, там все неправильно, вообще, чтобы вы имели ввиду, вот сейчас очень часто, особенно когда был юбилей развала Советского Союза, вот обсуждался вопрос там Ельцин, там Чубайс, по Чубайсу сейчас дискуссия идет, вот Чубайс там, ну после того, как он у Руслана, там дела какие-то, обманкротились там и так далее, сейчас целая дискуссия идет, а кто такой Чубайс и так далее, и вот начались целый хор, его теперь уже хвалят на центральном телевидении, там везде и так далее, и так далее, Гайдар, Чубайс, Авин и все остальные прочие, которые в то время возглавляли правительство, и единомышленники которых сейчас находится в правительстве, это люди, которые, я сомневаюсь, что смогли бы сдать серьезный экзамен по политэкономии, это вообще люди воспитаны на третьестепенных экономических взглядах, и они не понимают ничего.